5 копеек 24 года звучат вот так Вы заработали 5 рублей, друзья! Купили поездку! Так, на монетке он ищет уже хорошо Вы сейчас видите перед собой человека, который час назад потерял мечту Огромный! Прикольно! Здорово, народ! Вы на канале Миклуха Макфлай И сегодня у меня обзорчик вот такого китайского металлоискателя MD6350 Немножко о нем расскажу, покажу Попробуем его в деле И в целом видео сегодня будет состоять из 4 частей Первая часть вы сейчас смотрите, такая вводная, это приветствие Вторая часть, это собственно обзор Поставлю камеру поближе, покажу какие кнопочки работают Что значит, как вообще в целом этот прибор функционирует Третья часть, я отправлюсь на пляж и попробую что-то там поискать Может быть что-то найду, пока не знаю И четвертая часть, она такая, сейчас увидите там, ролик длинный Последние 5-6 минут, это мои рассуждения По поводу в целом вот поиска с металлоискателем Мои переживания по поводу недостаточной законодательной базы И все такое Вот, так что если интересно вот эти разлоговения, смотрите до конца Если не интересно, то можете остановиться там Вот после обзора Или допустим после того, как я по пляжу похожу В общем, друзья, не будут затягивать Обзор металлоискателя китайского AMD 6350 Поехали! Вот так приборчик выглядит Достаточно твердый пластик Наклеечки Удобная ручка, он очень легкий Так приятненько Здесь блок управления питается вот он Вот нескольких, от 4 батарейки В комплекте есть чехольчик сюда Я его одевать не стал Есть также рюкзак в комплекте и наушники Батарейки жрет, ну я бы не сказал, что он их прям жрет Мы вот ходили сегодня часа 2-3 И по-прежнему полный заряд Посмотрим поподробнее вот эту часть Итак, включаем прибор Включать его нужно поставить на землю и включить И он тогда вроде как считывает показания почвы И на нее настраивается Так, все, он включился Я предлагаю сейчас убрать нам чувствительность Чтобы он тут не пищал Потому что у меня много металла на балконе Может реагировать Что у нас здесь есть Какие шкалы, как это все работает Ну, прежде всего Самое главное Это вот эта вот шкала Вот эта Вот она целиком Собственно, это она реагирует на металл Вот над ней появляется такой пиксель Который показывает, что мы нашли Ну, допустим Вот видите И появляется этот пиксель Соответственно, то место, где он появляется В какой части шкалы И показывает, какой металл Здесь есть подсказка Вот, например, Farrow Железо черное И вот это вот зеленое Это уже не железо Соответственно, если в этом секторе появляется То это какой-то черный металл Если в этом секторе То вероятность того, что это цветной металл Повышается Однако, есть черный металл Который сильно окисляется И дает сигнал вот отсюда Ну, это всякие пробки Старинные Железные Они пищат вообще на всем диапазоне Какие здесь есть настройки Есть предустановленные режимы Вот Zero Это когда вся шкала включена И, соответственно, при нажатии Вот кнопки Mod Мы выбираем режим И отключается Какие-то части секторов Он не распознает эти сигналы Допустим Джеверли Это Сокровище Вот, отключился Видите, черный металл Его нет И он его искать По идее не будет Custom Это ручная настройка Это я потом покажу Reliquia Это тоже часть черного металла Отключена И монетки Вот, на монетках Вот эти две Это типа золота А вот эта вот часть Это Алюминий Медь Бронза Серебро Ну, вот как-то так Вот И Zero Опять Полная шкала Это я уже сказал Что такое Также, по идее Он показывает глубину 5, 10, 15 20 плюс сантиметров Но как-то на это Я внимания не обращаю И, соответственно Есть у нас еще Вот режим Custom И вот эти вот Вот это и вот эта кнопка Это как раз Управление кастомным режимом Здесь можно Отключать Или включать Определенные сектора Вот видите Мы сектор выключили Включили Включили сектор Включили сектор Как это работает? Допустим Мы находим Какой-нибудь Кусочек алюминия Сейчас Вот Смотрите Ага Не реагирует Это не алюминий Вот проволочка Вот видите Это железная проволока И она вот Где-то В радиусе В железе Сейчас мы включим Вот смотрите Вот оно Сейчас будет определять Вот видите Она реагирует Вот здесь Она показывает Соответственно Чтобы он Не искал Эту железную проволоку Мы ее просто убираем И он перестал ее искать Вот Все Вот так Мы избавились от черного металла И таким образом Мы настраиваем То есть нужно нам Только золото Я беру Вот Снимаю кольцо свое Смотрю Видите Золото где Соответственно Я удаляю Все Кроме этого Хоп 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 Вот В идеале Он ищет Только золото Сейчас Только мое кольцо Но проблема в том Что Здесь же Вот на этой части Точно так же Как золото Звенит И От Бутылки Вот От Банки Вот этот Ключик у нее Такой есть Алюминий Вот он точно так же Звенит Собственно по настройкам А вот это еще большая кнопка Центральная Это питпоинтер Это конкретизация находки То есть мы ее нажимаем Видите Я приближаю И удаляю Это уже найти конкретное место Расположения Той или иной находки Давайте я вам покажу Как звучит Тот или иной металл Вот так просто Для интереса Чтобы вы Примерно понимали Здесь есть Типа четыре звука Ну вот Это Пятирублевая Монетка Она у нас Это Пятирублевая Монетка Мое колечко Золотое Мне кажется Точно так же Как и Пятирублевая Монетка Пять копеек Двадцать четвертого Года Звучат Вот так Точно так же Они звучат Двадцать копеек Сорок пятого Года Тоже на огороде Нашел Точно так же Они звучат Да Вам может показать Что все звучит Одинаково Но вот Давайте сейчас Черный металл Во Видите Звук изменился Или вот Например Железяка Вот такая Скоба какая Валяется Ну то же самое То есть Он в принципе Отличает металлы Друг от друга Да И даже по звуку Можно определиться Что за металл Ну вот Что касается настройок На самом деле Все очень просто Включил Выбрал Монеты И ходишь Ищешь Если попадает Слишком много Алюминия Взял алюминий Поводил Нашел Шкалу Где алюминий Ну допустим Вот это вот Алюминий Выключил ее Все Он перестал его искать Продолжаем поиск Ну как то так Это работает В общем Предлагаю прямо сейчас Отправиться На пляж И проверить Полученные знания На практике Итак Мы переместились На городской пляж И попробуем Что-то здесь найти Ничего Идеальный пляж На котором нет Ни пробок Ни монеток Мы кстати Поставили монетки Вот Поставили монетки И пытаемся Так Сигнал четкий Сигнал четкий Давай Технология какая Находим Сигнал Откидываем Откидываем Сторонку Там Откидываем Сторонку Смотрим Откинули Или не Откинули Тадик Проба Так Все Предмет здесь Давай искать Нет Так Это мы Во Вот она Вот она Вот она Находочка Так Я посмотрел Как бьет Алюмишка Исключил ее Вот здесь И вот тут У нас сейчас Сигнал Уже Исключенный Вот фольга Нет Вот эта фольга Ну-ка Я проверю Это она Да Фольга Так Друзья Мы что-то Крутое Нашли Оо Такая Железячина Ого Оо Что это Это Железный Пало Имитатор Он весит Несколько килограмм Отмечаю Огромный Прикольно Опа Это другой Немножко Сигнал Все Я понял Да уберяй Что там Ничего Там Да Эти Ко Вот Вот Она Блин Итак Мы заработали 5 рублей Друзья Купили Поездку Так На монетке Он ищет Уже Хорошо Я приду Да где он Вот это Вот это Вот Вот Кусок Фигни Это конечно Шмурдяк Но Все таки Вещь Которая Больше Там 10-15 лет Евпатория Написано Так Заберем Пошли дальше Слово о том Насколько глубоко Он берет Смотрите Мы Нашли Вероятнее всего Здесь лежит Труба Для питьевого Фонтанчика И смотрите На какой глубине Он берет Почти метр О Так Я вернулся На свой балкончик И готов Рассказать вам О всех своих Ощущениях И впечатлениях Вот Если по честному Я в конце видео Хотел порассуждать На тему того Что у нас Неправильное законодательство Это нельзя запрещать Нужно вводить Какие-то разрешения Паспорта Чтобы это все Был закон Потому что Это хобби Такое же Как охота И рыбалка Но я удалил Это видео Потому что Полностью Поменял свое Отношение К металлоискателям Вы сейчас видите Перед собой Человека Который Час назад Потерял мечту Вот я искренне Я не знаю Последние Наверное лет 10 Мечтал себе Купить Металлоискатель Ходить Искать Клады Ходить по пляжам Искать монетки И каждый раз Я думаю Вот сейчас заработаю Денег Отложу Куплю И появлялись Какие-то новые вещи Я не покупал И правильно Делал Потому что Я сегодня Полностью Разочаровался В этом занятии На 100% Но оно бестолковое Совершенно бестолковое Да вот рыбалка Ты поймал рыбу Вот она рыба Все Ты можешь ее выпустить Можешь забрать Сходил на охоту Та же самая история Ты не поохотился Ну хотя бы процесс был интересный Здесь и процесс бестолковый Потому что ты просто ходишь И в земле ковыряешься Ну в грязи Вот в этой Да И находишь Какой-то мусор По сути дела Это хобби Искать мусор Классно? Нет То есть Ну да Вы сейчас Вы мне возразите Можно же найти монеты Можно найти золото Можно разбогатеть Нельзя найти монеты И золото И разбогатеть Как минимум Потому что Это статья То есть В принципе Это незаконная история Законно ходить Там по своему участку Но вы быстренько прошли И все Законно Ходить по пляжу Но опять же Это сбор Какого-то мусора Это бутылки Это пробки Это банки Это фольга Ну найдете вы там 5-6 монеток Ну какой в этом смысл Вы перероете руками Своими Кучу грязного песка Фу Помойка Ну честно Вот у меня вот такое было ощущение Соответственно Смысл в этом То чем можно заниматься Стремно То чем нельзя заниматься Этим нельзя заниматься В общем друзья Какие выводы Я сегодня хотел сделать По этому видео Если вы прям Очень сильно хотите Металлоискатель Долго о нем мечтали И думаете Покупать вот такой китайский За 10 тысяч рублей Не покупать Покупайте Вещь прикольная Она работает На полметра берет Железяки находит Монетки находит Находит Все 10 тысяч рублей Нормально Но если говорить в целом А нужен ли вам металлоискатель Вот мое мнение Не нужен Потому что Вы сходите один раз И будет он у вас Валяться Долго 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 Потому что Вы ничего не найдете Как я сегодня Разочаруетесь И все По сути дела Выбросить деньги Мой вам совет Попробуйте взять у знакомого Вот как я сейчас И ваше Не ваше Просто попробовать Нравится или не нравится Или на прокат На прокат В моем городе Взять металлоискатель Стоит где-то 500 рублей Соответственно Вы тратите 500 рублей Денек походили Поняли что это не ваше И не тратите Там 10-15-20 тысяч рублей Потому что у меня есть знакомый Который купили за 50 тысяч И он валяется дома Вот друзья Вот такие выводы Прикольный приборчик Но Это не мое Подписывайтесь на канал Пишите в комментариях Хотели бы себе металлоискатель Не хотели бы Интересно вам такое хобби Неинтересно Прав я Или не прав Подписывайтесь Ставьте лайки Миклуха Макфлай Пока-пока